Желающие поставить спутник ВИ готовы ждать очередь даже в метель с 10 до 16 часов. Ранее такой же мобильный пункт вакцинации стоял на площади Сахарова. Но вдруг вакцина закончилась и работу нескольких прививочных пунктов края пришлось приостановить. Ближе к выходным в регион доставляют несколько тысяч доз спутника и возобновляют вакцинацию на колесах. Теперь у торговых центров «Галактика» и «Пионер». Перед уколом обязательный визит терапевта. Отказывают вакцинации людям с признаками ОРВИ, обострением хронических болезней, а также беременным. Кстати, сегодня мы сами убедились, что прививаться приходит очень много пожилых людей. Уже мне под 70 лет идет, а мало ли что. Вообще больно было? Нет, даже не чувствительно, даже нисколько. Наверное, рука у меня легла или такая вакцина, иголочка. Едут со всех стопчих, из Бобровки, со всех деревень к нам едут. И звонят родственники, вот приходят прививаться, говорят, можем ли мы родителей привезти. Сколько сегодня в вашем мобильном пункте доз вакцины? 50. Если у нас еще будет возможность, будут пациенты, нам подвезут вакцину. Мы будем делать, пока будет до последнего пациента. В Минздраве сообщают, что в дальнейшем планируют проводить вакцинацию на колесах и в других населенных пунктах. Например, там, где нет условий для хранения вакцины в особых камерах. В мобильных ФАПах у нас, которые могут работать, в принципе, на выездной работе 25. Конечно, продуман вопрос, когда будет сейчас очередная поставка партии вакцины в объеме чуть более 15 тысяч доз. Мы, конечно, ее будем распределять не только в территории, которые готовы на сегодняшний день у нас иметь мобильные ФАПы, да, и стационарные ФАПы. Ну и 14 территорий, в которых будут работать мобильные ФАПы. Через 21 день всем пациентам предстоит поставить второй укол от коронавируса, иначе вакцинация потеряет свой смысл. Напомним, в планах регионального Минздрава привить от новой инфекции 30% населения. На данный момент в крае спутник ВИП оставили уже более 14 тысяч человек. Ирина Корчагина, Николай Шилко. День с толком.